здравствуйте дорогие мои друзья ну сегодня такой хороший снежок идет замечательный пушистый ветер самолет вдали надеюсь не тот который посыпает всех нас чтобы мы как муравьи ушли знаете мне что значит по это посыпь муравьи там какие-то и они уйдут эти я тоже думаю что вот самолеты летают может быть они тоже так сказать такой намек что вы мы посыпем а чтобы вы ушли ну не будем сейчас об этом хотя это такая вещь печальная и действительно почему мы думаем что если мы кого-то выгоняем там из своего дома знаете там кажется паразитов там там мышей выводим травим их что к нам могут лучше относиться нет как вы так и к вам такой мерой и вам будет отмеренной какой вы мерите как мы относимся к животным считаем их своими так сказать кормом так и к нам будут так как нам относится все справедливо в этой вселенной хотя мы взываем за что мне это и часто бывает знаете вот колдовство черный колдовство с которым я ох последнее время как много сталкиваюсь потому что понимаю объем людей которые обращаются ко мне вот с повреждениями вот этими вроде простые вещи на самом деле ну элементарно найти колдовать научиться и до элементарно для этого что нужно немножко воли злой воли и ну может быть какие-то методики а часто достаточно просто злой воли но можно ритуала конечно можно можно помогают вам только настроиться ее знаете колдовство вот эти крадники как вот как и в жизни пытаются столько воров нет чтобы самому что-то сделать произвести создать нет вот надо что-то что-то все время воровать все воровать все что можно идеи собственность деньги ну вот а в колдовстве у воруют красоту удачу здоровье перекладывают знаете насколько это часто принято знаете какие добрые тетеньки приезжают ути-пути с продуктами с дарами так мы по называемому как это пичкают пичкают своих мужей пичкают как сказать вкладывают намерение и некие ингредиенты в питание от своих детей к примеру и от себя болезни переносят обычно на кого на родственников найти молоденькая здоровая племянница которая слишком шустрая а мы наденем на ее ножки кандалы так сказать опутаем ее паутинкой чтобы ее красота к примеру перешла мне и здоровье как знаете как-то белоснежка да там это королева все время завидовала красоте белоснежки тоже в общем-то схема что она пыталась ее погубить а не просто погубить ее красоту забрать смысл такой и знаете сколько вот таких сказок а белоснежки творится вот в нашем мире не не перечесть как знаете с помощью простых следов воруется меняется судьба как с помощью какой-то там кладбищных землицы для каких-то вещей у здоровых абсолютно прагматичных людей которые о колдовстве то в жизни не слыхивали и будут смеяться если там какой-то умный человек скажет это и вот посмотри не посмотри что у тебя творится и обрати внимание но человек часто к это это об этом вспоминает когда проходит уже десятилетия вспоминает полина тогда-то было вот так и вся моя жизнь поменялась потому что кто-то украл с помощью следов моих мою судьбу поменял ее на другую то есть у меня были перспективы я думал я знал я видел даже свою судьбу бывает люди же душа видит она понимает куда идет понимать что вот все и тут в какой-то момент щелк съездил он к родственникам к примеру в деревеньку там похоронить кого-то а кто-то его следы то поменял на чьи-то другие и судьба изменилась а кто-то наложил вот эту черную паутину и заговор какой-то на него на его здоровье и тот кто раньше сидел с прямой спиной начал сгибаться и начал сыпаться позвоночник и ноги перестали ходить как знаете насколько этого много и часто а сейчас это еще обостряется на самом деле вот это вот бывают найти целые вот поселки выжигаются вот поселиться такая вот колдушка и бомбит родственников друзей собаки тоже против черного колдовства такер вот так вот происходит так происходит как с этим бороться скажем надо значит ходить к бабкам не надо друзья мои не надо вот как и дело рук утопающих в самих то есть сами себя надо самим себя спасать в общем не тонуть а сами самим себя вытаскивать для этого надо заниматься энергетическими практиками потому что когда вы осознаете что на вас сделано воздействие вы имеете возможность только вы по-настоящему можете снять себя это вы можете отдать это тому кто принес эту вашу жизнь вернуть свою судьбу свое счастье свое здоровье свою удачу потому что столько этих крадников перекладов сейчас тем более знаете с бизнесом да это сплошь и рядом там это к чужим магазинам под под в эту земельку кладбищенскую накладывают что вроде все в порядке а люди обходят стороной а просто достаточно каких-то там может быть знаков рун или какой-то там написать то есть как с этим бороться только вы своей воле осознав про сканеров подойти к примеру даже вот к своему магазину под под почувствовать хотя бы вот так рукой а чё там не холодком ли могильным несет от него и подумать а почему тогда покупатели перестали ходить а потому что они чувствуют душа у каждого человека чувствует и если оттуда несет смрадом и воню могилы и к примеру девушка которая не может выйти замуж все в порядке умница красавица или молодой человек акт никто к примеру замазал нечистотами попросту говорит дерьмом ее центр удачи или еще что-то и так она пахнет духами а вот когда человек смотрит на нее у него отвращение потому что его не он отталкивается и нету нету а достаточно просто смыть то что то что наложено представлять вот сколько вот этих маленьких тонкостей и на первый взгляд убирается то легко если вы сами начали работать с энергии осознавать убирается легко а вот люди ломают свою судьбу жизнь идет вот насколько важно заниматься энергетикой собственной именно повышать собственный уровень не ним не бросаться не бросать обращаться каким-то умником который вам сейчас мы все снимем соли у вас посыпем там это все там свечки поводим помогает помогает но не но не навсегда не на время с вас часто что-то снимается что-то накладывается потому что знаете объем вот к этим колдунам люди ходят они свое себе он забирает часть часть оставляет потому что часть опять прорастает тем же самым а это куда ему делать перекладывает на на того кто пришел пришел с одной проблемой ушел с другой и вот человек думает ну к этому пойду поеду в монастырь помолюсь поеду к святым местам и эти вот я знаю люди объезжают огромное количество мест а результат думаешь мне все хуже и хуже уже уже ездить и не на что и сил нету освобождение так и не пришло потому что ну как бы это ваше освобождение вот ваших собственных руках потому что надо не лениться вам не лень куда-то ехать не лениться самому сказать что я хозяин своего тела я хозяин своей энергетики и любую грязь не только физически вы же физически умываетесь но и энергетическую вы можете смыть то есть для этого надо просто приобрести некие навыки энергетическая гигиена чтобы сказать это мое тело моя душа моя территория мой дом мой участок и я не хочу чтобы здесь была какая-то грязь энергетическая вот как вы если вам кто-то на коврик перед дверью на наложит кучу но вы наверное очень быстро и уберете вам будет неприятно конечно но вы уберете потому что ну и вам будет запах и соседи будут ходить смотреть что такое вы вы это уберете но когда вам как говорится наложили на вас вот это вот дерьмо и вы не понимаете чего люди от вас шарахаются потому что просто плохо пахнет вы хороший человек но от вас плохо пахнет а вы этого не чувствуете а люди чувствуют а вы только чувствуешь что-то не так поэтому друзья мои вот в новом году новый год против черного колдовства белый снег против черного колдовства снег кстати хорошо смывает вот вы это как вы не практикуете эти процедуры то какие-то а снег очень хорошо кристаллы же почему соль-соль кристаллы они впитывают негатив снег это тоже вот это 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 вода вода смывает а снег еще лучше смывает эту дрянь в чем-то но если сделать это с намерением то есть вы программу вкладываете потому что снег это всего лишь снег вода это всего лишь вода но вложив в него намерение что вы хотите чтобы это впитало в себя вот негатив который вас есть ну он выполнит эту программу пространство пластичное пространство послушно вашей воле поэтому достаточно простые методики чтобы вырваться вот из этой череды несчастье потому что найти бывает буквально вот красивая женщина красивая девушка то перспективы все начинает все все рушится молодого человека тоже ничего не получается хотя вроде и учился а вот кто-то позавидовал родственники подружки ось слишком у него много на нее внимание обращают дай-ка я какой-нибудь этот заклинание прочитаю так просто в шуточку шуточку а шуточка сказывается ну конечно там скажете бумеранг обратка да все то это тому кто это сделал то тоже лучше ты не станешь что он ворует обычно на пользу не идет посмотрите на них не идет на пользу но они этого не понимают они понимают что я сделал что-то и у него стало плохо вот это вот этот кайф я обладаю чудовищной силой все теперь я достиг я выше власти и как знаете в опере этот борис годунов достиг я выше власти но власть это оказывается пыль обманка потому что эта часть часто действительно искушение бесов которые вам подкидывают эту идею потом вы ее воплощаете и получается этот человек погибает ну и вы тоже такой вот капкан а как выйти из этого скажите а заниматься энергетическими практиками освоите энергодыхание попробуйте крии йогу почувствуйте свои чакры просканируйте их представьте пусть пусть пока как говорится так посмотрите а если на них грязь то может вы заглянете вот там на свой центр удачи а там куча дерьма лежит вы скажете во блин у меня и удачи то нет ни хрена к чему не прикоснусь все сыпется только соберусь все сыпется только заработаю деньги сразу начнут на что-то они уходят совершенно счет сломается что-то там куда-то все даже до то что уже получил уже сразу утекает из рук почему у меня там дерьмо навалено кто-то мне как говорится на коврик подъезде на каком что сделать просто убрать просто убрать как это сделать ну друзья мои у меня вот есть есть методики пробуйте с первого раза не получится ну с десятого получится все это вопрос тренировки и чувственности вашей все ладно такое опять новый год я вам все чет какой-то негатив сыплю колдовство там молдовство не чтобы какую-нибудь песенку он спит там маленькой елочки холодно зимой тоже живодерская песня да из лесу елочку взяли мы домой за что значит мои спилили взяли домой не плохая песня плохая кажется но не но такая опять же опять же негатив нет только белый снег небо белое и снег белый и и пес у меня тут белый лежит под ногами вот хорошо но мы с вами значит очищаем себя вот этим снегом возьмем с намерением скажем не хотим вот тут дрянь который налипла на меня там чужие мысли какие-то сплетни заговоры наговоры слова какие-то косые взгляды неприятные у меня ты хватает вообще знаете сколько метод проклятие ты такой ты как мне тоже найти вот уж мне-то на коврик валят ой сколько вы не подумайте хорошего хорошие да вот много людей хороших но если такие подсеронцы которые ну а надо смывать но я часто возвращаю этим этим гражданам обратно в тройном размере двести-кратном так знаете он не килограмм я ему тонну нормальный счет нормально справедливо скажете мне кажется правильный даже весело потому что второй раз эти люди как-то думать что-то мне как-то не по себе лучше оставлю этого как говорится мистика фигистика в покое а то он что-то это слишком борзый блеск пока